Сила Беларуси по городах Минской в области. Лепшие воркаутеры демонстрируют школьникам, как тренироваться на невеликой спортивной плясовце. Спортсмены не только рассказывают, как зарабить соника на турнику или силовую стойку, но и дают возможность попробовать своей мощности подчас мастер-классов. Александр Хоровец познаймился с аматорами здорового ладу життя. Година працы и вось в спортивной зале гимназии у Мариной Горцы вырастает соправдная воркаут-плясовка. Усё обсталевание столичные спортсмены возят с собой. Большаясь глядачов наводь не догадываются, что тут зараз будет отбываться. Однако, праздникальким гнением, спортивная зала наполняется вокличами «Не можа быть» и постоянно огучать аплодисменты. Сирот виртуозный гимнастов на турниках зауважаем и девчат. Настя Соломонова с лёгкостью крутить соника и робить силавый выход. У своей 13 она подтягивается 15 разов. Говорить, наведывая воркаут-плясовку, а малькожный день на протягу года. Тому и вы не квитовочны. Мне как-то вот больше нравится спорт, чем что-то остальное. Во-первых, в спорте это полезно. Ну, то есть, когда ты не куришь, не пьёшь, вот это вот, всякое остальное. То есть, сошь. После показального выступления урок на турниках для школьников. Воркаутеры рассказали, как тренироваться без травм и допомогли освоить некольки труков. Кожный удельник отремал у додаток и памятный подарунок. Мы в каждом городе после себя хотим оставить инструктора, найти единомышленников и сформировать республиканский корпус инструкторов, чтобы в каждом городе проводились бесплатные тренировки для всех желающих. Так само спортсмены дают парады, как правильно лодковать воркаут-пляцовку. У Марьиной Горцы такий городок для аматоров турников з'явится у найближайший час. Паркаутеры побывали уже в 19 городах краины и продемонстровали, как можно заховывать здоровый дух у здоровом теле навык на невеликой спортивной пляцовце. Напереде у спортсменов еще 11 насильных пунктов, а завершится тур Силы Беларуси грандиозным представлением у столицы 20-го листопада. Александр Хоровец и Юрий Сахат за агентство Телиновен.